Всем привет, мои хорошие! Спасибо, что смотрите мой канал. Если вы все равно его смотрите, то, пожалуйста, подпишись. Мне будет очень-очень приятно. А сегодня перезалив. Точнее, такое видео было недавно на моем канале. Его я удалила и решила переснять. Здесь будет другой текст. Не спрашивайте, почему удалила. Да ладно. Здесь у нас клубничка. Клубничку специально беру крупную. Ну, куда ты поперся? Стоять, я сказала. В общем, клубнику беру специально крупную. Хотя она стоит дороже значительно. И пахнет обалденно. Но вкуснее, если честно, мелкая клубника. Которая сейчас не везде есть. Дачники продают. Вот она реально очень вкусная. И пирог у нас тоже с клубника. В прошлый раз, кстати, был с малиной. Я прямо начинаю с середины. Ничего страшного. Можно. Как ваши дела? Сегодня с утра накрасилась и сижу просто. Жду у моря погоды. Мама позвонила, сказала, что в воскресенье приедет. С бабушкой. Я, в принципе, справляюсь. Все делаю. Сначала было ужасно скучно. Потом я как-то привыкла. Сейчас мне даже понравилось. Вы знаете, я стала такая самостоятельная. Убираю, стираю. Там, не знаю, у меня чисто вокруг. И есть вот это желание. Что-то делать. Кстати, насчет комментариев. Девчонки спрашивали меня. В прошлом видео я не уточнила. Я просто сказала, что мою карточку заблокировали. И все сразу начали переживать, что-то случилось. И так далее. Я просто думала, что это обычное дело. Кто заблокировал мою карточку? Все очень просто. Налоговая. И тут не то, что как они могли. Почему они заблокировали. Это чисто мой косяк. Я забыла, кое за что заплатить. Когда так происходит, тебе отправляют письмо о том, что ты не заплатил там что-то. У нас теперь есть страховка. Раньше, кстати, у нас ее не было. И теперь я могу лечиться в государственных учреждениях абсолютно бесплатно. Я же всегда мечтала. в государственных клиниках лечиться бесплатно по страховке. И вот теперь с сентября... Ой, с сентября. С января мне нужно будет платить за страховочку. А я эти письма, которые мне налоговая отправляет, никогда не читаю. Мой косяк, надо читать. Я была абсолютно не в курсе этих всех изменений. Не знала. Поэтому прозевала этот момент, не заплатила. Мне заблокировали карточку. Сейчас я уже заплатила другой карточкой. Уже сообщила об этом. И вот завтра мне разблокируют. Читаю коменты. Одна девушка пишет. Это ей парень заблокировал карточку. Мы типа с ней родственники. Как парень может заблокировать мою карточку, которая оформлена на меня, которая привязана к моему ИП? Смешные вы. Либо просто не разбираетесь в банковской сфере. Иногда люди такое напишут. Реально я читаю и думаю, как это можно не знать. И вот с такими обвинениями. Когда я рассказывала про квартиру, одна девушка пишет. Ой, Айка, выдумщица ты, конечно. Что значит за паркинг нужно платить? Во всех странах уже давно известно, что покупаешь квартиру и паркинг в подарок. Парковочное место в подарок. У нас как бы парковочное место, если ты купить хочешь. Миллион стоит. Либо можно арендовать. Но никто тебе в подарок за покупку квартиры, я не знаю, возможно, только у нас, так эта девушка живет в стране, где в подарок дарят гараж. У нас такого абсолютно нет. за все ты платишь. Тебе просто предоставляют голые стены. отделка, не знаю, отделка, не знаю. Ничего в подарок нету. За каждый квадрат ты платишь деньги. Даже когда потом получаешь квартиру, ты видишь, что квадрат чуть меньше, чем ты заплатил на самом деле. Потом тебе это обосновывают тем, что квадраты считаются вместе со стенами. Но чтобы в подарок тебе подарили паркинг. Такое я слышу впервые. Девушка обвиняет меня, что, Айка, ты совсем уже запуталась в своем вранье. На одну квартиру, одно парковочное место в гараже бесплатно. в подарок. Так зачем застройщику вообще строить этот паркинг, если он раздает бесплатно в подарок? Эх, я, знаете, сразу вспомнила времена. Папа рассказывал на наши там деды и так далее. Получали квартиры просто так, от работы. Просто потому, что работаешь в этом учреждении, ты получаешь бесплатно квартиру. Мне кажется, эти времена давным-давно закончились. Такой темы, к сожалению, уже давным-давно нет. Клубника-бомба, честно говоря. В общем, вчера была на дне рождения двоюродного брата. Вы, наверное, этот влог уже видели. Если не видели, сразу увидите после этого мукбанка. В чем суть? У меня есть кот, у них есть кошечка. И вот мне реально очень интересно ваше мнение. Эта кошка раньше, в детстве, когда она была совсем маленькая, когда она была котенком, месяцев 5-6 назад, очень добродушно ко мне относилась. В последнее время ее поведение все агрессивнее и агрессивнее по отношению ко мне. То есть, одно дело, я ее трогаю, я ее таскаю, там, не знаю, дергаю за хвост, а другое дело, я ее вообще никак не касаюсь, я просто сижу. Сначала она прыгнула на меня, цапнула мне руку, затем вот здесь, сзади подходит и вот так вот царапает. Одно дело, котенок играется, а другое дело, шипит и прям нападение. И ничуть не боится. И вот у меня такой страх появился, я думаю, что у нее бешенство или еще что-то, или, возможно, я как-то, не знаю, влияю на нее, потому что она не ко всем так, она только ко мне так агрессивно настроена. У меня аудитория, скажите, пожалуйста, что делать в таких случаях? Было ли у вас такое? Я в тиктоке видела, кот такой, на всех рычит, всех царапает, такой агрессивный. Я вот честно, ни за что бы такого кота дома не держала. Агрессивный, не хочет со мной жить, пошел. Пришла домой, думаю, блин, как мне повезло с котом. Целует Виксика и сюда, и туда. У них еще кошечка, извиняюсь, не к столу, еще гадит, где попала, такая агрессивная. Не любит, когда ее на ручке берут, постоянно шипит. Мало того, что я не стремлюсь ее взять на ручке. Она сама подходит и нападает на меня на пустом месте. Я от нее убегаю, она подходит и нападает ко мне. поделитесь опытом. Может, я там к врачу надо, еще что-то. Возможно, я не права, но я бы, если бы, у меня был бы такой кот, как в ТикТоке, в ТикТоке такого серенького кота, возможно, вы видели. он прямо на всех бросается, так агрессирует, постоянно шипит. Даже на своих этих хозяев очень агрессивное поведение. Возможно, вы меня закидаете камнями, но я бы просто взяла этого кота, отпустила бы на улице. Сказала, знаешь что, не хочешь со мной жить, живи где хочешь. А то кормишь, поешь. Такой неблагодарный. У моего Твикса, хоть он и уличный, то есть он ни на кого не нападает, даже когда домой приходит очень много гостей. Максимум, он может просто испугаться, пойти в другую комнату. Здесь ситуация, знаете, какая? Она сама подходит где-то рядом, и одно дело, она играется, один раз она меня так поцарапала, вот здесь вот такая была царапина, и очень глубокая, она очень сильно болела. Потом второй, третий раз, это первый раз, когда она меня сильно поцарапала, я сама как бы хотела ее погладить, и все дела. А тут я ноль внимания на нее. Она нападает. И вы знаете, чего я боюсь? Я думаю, что у нее какие-то проблемы со здоровьем или с головой. написано, пирог на семью. Кушаешь? На два человека. Я вот пол пирога могу. сладкие. Так что пишите обязательно. После сладкого мне так хочется какой-то роллтон. Роллтон и сосисочки. ой, как бы пошло. Как бы зашло. Это было бы обалденно. Я не могу просто поесть что-то сладкое и лечь спать. Мне обязательно это надо закрепить чем-то соленым. Вчера, как я нажралась. Два мукбанка сняла. Пошла на день рождения и там наелась. Прямо, знаете, настолько наелась, что прям домой еле дошла. Люди бухают там, еле доходят до дома. Я наедаюсь. В общем, на этом все. Спасибо, что досмотрели это видео до конца или перемотали. Признавайтесь. Всем желаю приятного аппетита. Если вы до сих пор кушаете, обязательно пишите в комментариях идеи следующих видео мукбанка. Будет очень интересно почитать. Всем пока. Пока.